Аплодисменты С эффектами квантования часть из вас уже хорошо знакома, когда вы изучали квантовую механику, то обратили внимание, что во многих задачах уровни энергии квантуется, то есть их можно занумеровать натуральными числами. Но на микроуровне такая картина со временем для вас становится естественной. А вот оказывается есть ряд эффектов, которых вот это квантование, то есть когда эффекты можно пронумеровать рядом натуральных чисел, значит тоже встречается. И эти эффекты, как правило, вызывают большой интерес в виде физического сообщества, и с объяснением этих эффектов связана целая революция в нашем понимании того, как построена физика твердого тела. Значит, ну, о каких эффектах пойдет речь? Значит, ну, начнем с исторически первой системы, в которой удалось обнаружить такое квантование на макроуровне, это сверхтекучий ГЭЛИ-2. Затем коснемся сверхпроводников, это хорошо известный, наверное, в части, наверное, эффект квантования магнитного потока. Затем эффект Джозефсона, тоже эффект, который сделал Фурор в начале 60-х годов в физике твердого тела Вихрева и Косова. Ну, это одно из достижений советской физики, такого эпохального масштаба. Ну, дальше рассмотрим простейшее устройство квантового интерферрометра, основанное на эффектах Джозефсона. Ну, и рассмотрим магнитный материал, в частности, я коснусь, значит, ряда эффектов, которые нам встретились в нашей полученной ГЭЛИ-2. Так, ну, первое, с чего мы начнем, это эффекты квантования циркуляции сверхтекучего ГЭЛИ. Значит, сверхтекучий ГЭЛИ интересен тем, что для его описания в низких температурах приходится использовать понятие квантовой механики. И хотя мы имеем реальную жидкость так, для того, чтобы объяснить эффекты, которые там наблюдаются, приходится вводить аналог волновой функции, описывающего такую жидкость, да, то есть матроскопическую волновую функцию. Значит, эта функция содержит помимо амплитуды еще и фазовый множитель, и многие эффекты интересные как раз связаны с наличием вот этой комплексной, значит, части. В 1949 году Ансагерем было предсказано явление квантования циркуляции, то есть если мы, скажем, создадим, там, заплюдим сверхтекучий ГЭЛИ, значит, охладим его, то обычная жидкость остановится, обращается, а сверхтекучий ГЭЛИ будет продолжаться в пуделье. Значит, преобъяснение сводится к следующему. Скорость сверхтекучий компоненты ГЭЛИ определяется градиентом фазы, вот как раз, как это стоит волновая функция. Значит, если мы рассмотрим циркуляцию градиента фазов под замкнутого контура, то в силу однозначности волновой функции при, значит, таком вот движении циркулярном, то есть при изменении угла на пропи, мы получаем условие квантования циркуляции скорости. То есть если мы, значит, будем следить за вот этим произведением, взятым вдоль замкнутого контура, то это произведение будет принимать дискретные значения, N как раз вот натуральные числа, а здесь идет отношение фундаментальных констант постоянной планка, и N это масса атомов ГЭЛИ. То есть вот этот эффект был в 1949 году на сайте предсказан, независимо распределен Хейманом, когда он развивал свой метод континуального интегрирования, он тоже эту задачу рассмотрел и тоже пришел к таким же, значит, результатам. Но в течение 10 лет, в течение 10 лет этот эффект оставался спекулятивным, и никакой возможности увидеть его не представлялось. Ну вот это было до 1961 года, пока английский экспериментатор Ринан не сумел провести такой хитроумный эксперимент, который действительно показал, что такое квантование циркуляции сверхтипучего гелия наблюдается. Значит, ну вот, к сожалению, он за этот эффект не получил в Робелевской премии, хотя вот достойно, так, на мой взгляд. И это действительно вот один из таких ярких экспериментов физики твердого тела второй половины 20-го века. Значит, постановка его выглядела следующим образом. Он брал цилиндр, так, который был закачан в жидкий келий, значит, цилиндр раскручивался вокруг оси, так, то есть там создавался поток, так, а затем вся система охлаждалась, то есть ниже лямбдоточки, так что даже если бы вы остановили этот цилиндр, так, то жидкость внутри продолжала бы циркулировать, не затухая. То есть в этом эффект сверхтипучестий и... Ой, назад чуть-чуть заключается. Дальше вся эта система помещается между полюсами магнитного, то есть помещается в однородное магнитное поле, и имеется еще посередине цилиндра металлическая нить, сквозь которой пропускается ток импульсным образом. Ну, там нужно переменный ток запускать. Но результат того, что одновременно течет ток и имеется магнитное поле, это сила амперии, да, что хорошо известно, которая выгибает нить, находящуюся по центру, так, и заставляет ее колебаться. Возникает вот колебание нити внутри, вращающейся сверхтипучей жидкости. А далее срабатывает интересный эффект, вот эффект, значит, возникновения сильного магнуса. Значит, вот если взглянуть слева от нити, значит, предположим, что нить у нас вот сюда смещается, как бы от нас после рисунка, то, значит, здесь скорость потока на нас, нить смещается от нас, скорость здесь относительно высокая. А справа от нити так, нить уходит сюда, но и скорость движется в том же направлении здесь, то есть относительно скорость мала. Возникает перепад скоростей слева и справа от нити. И возникает, вот, хорошо известный, значит, эффект вернули, да, то есть за счет разности скоростей перепад давления возникает. То есть, вы знаете, у нас, значит, на колеблющуюся нить действует сила, она просит название силы магнуса. Это сила, вот, хорошо известная механика, если ударить по футбольному мячу с округи филла, то, значит, он отклонится от своей прямолитейной траектории. Ну и вот, результат возникновения силы магнуса, это вот синяя вот эта стрелка, здесь показано направление колебаний нити, так, а этим вот черной стрелкой показано направление циркуляции сверху кучи компаний. Значит, когда сила магнуса, значит, направлена таким образом, она смещает плоскость колебания нити. То есть, возникает эффект, хорошо известный вот в астрономии, как вращение плоскости колебаний маятников УКО, да, то есть, в результате плоскость колебания нити начинает прицессию. И вот интересно, что частота этой прицессии, так показывается профессионально в скорости сверхтекучей компонента. Дальше, поскольку все это у нас расположено, значит, в магнитном поле, и плоскость колебаний нити начинает вращаться, то наводится ЭДС, ну, как в обычных случаях, в случае, когда рамка вращается между полюсами постоянного магнита. И возникает периодический ЭДС, где частота модуляции как раз определяется частотой вращения рамки. Частоту вращения можно определить по биениям. Когда сквозь нить, значит, пропускается импульсный ток, можно подобрать частоту этого импульсного тока таким образом, чтобы попасть в резонанс с вращением. Это приведет к тому, что ЭДС будет обнаруживать так называемое биение. И по биениям можно определить частоту вращения очень точно. Ну и вот, собственно, это вина нам была реализована. Здесь показаны результаты. Значит, он проводил эксперимент несколько раз и строил гистограммы. Вот и оказалось, что циркуляция принимает вполне дискретные значения. Либо единица, либо ноль. Но он ее скучивал не очень сильно. После него попытались покрутить посильнее. И вот увидели, что циркуляция может принимать целочисленные значения и двойки, и тройки. То есть это вот первое доказательство, это 61-й год, того, что действительно в сверхнекучем гелии при низких температуре возникают эффекты микроскопического плантования. Следующий эффект, о котором придет к речи вам гораздо ближе знаком, это плантование потока на магниченности через свет-приводящий процесс. Ну, в чем была трудность обнаружения этого эффекта? Вот этот квант элементарного потока, на который должно идти плантование потока магнитного поля, очень мало, 10-15 тесла на метр в квадрате. И поэтому в лабораторных условиях в то время никакой возможности измерить напрямую не было. То есть нужно было опять изобрести какой-то хитроумный эксперимент, который бы позволил проверить вот это теоретически предсказываемое соотношение. Ну и вот, это было осуществлено в 61-м году, значит, есть такой выпуск физрефлета 61-го года, в котором практически подряд идут 5 работ, посвященных этому эффекту, 2 экспериментальных и 3 теоретических. Значит, первый эксперимент был выполнен американцами, дилером и фаразанцем, ну а второй у меня немцы, значит, причем экспериментальные установки были полностью различны, то есть совершенно разные эффекты физически держали в основе, но результат один и тот же. Ну и, соответственно, 3 теоретика отличились, точнее, 3 теоретических группы. Ана Загер, Барнин, вот. Ну и когда Нобелевский комитет рассматривал эти работы, ну, так сказать, в связи с возможностью присуждения Нобелевской премии, никому не дали в силу того, что пришлось давать не слишком многим, так. То есть там за 7 человек, которые были на часу, кандидатам. Поэтому объяснение эффекта осталось, так сказать, без награда. Ну, суть экспериментальной установки выглядит следующим образом. Имелось некий металлический цилиндр, на поверхности которого нанесилось олово. Олово — это сверхпроводник, первого рода, хороший материал. Значит, дальше этот цилиндр совершал, значит, такие колебания вдоль вертикальной оси с частотой порядка 100 Гц. Вся система помещалась во внешнее магнитное поле, так что поток через этот цилиндр был квантован. Ну, а сами измерения проводились через наведенную ЭДС, через вот эти катушки верхнюю и нижнюю. И было обнаружено, что ЭДС квантуется, то есть в зависимости от квантования потока через вот этот цилиндр. Ну, вот здесь показаны результаты уже эксперимента. Вот хорошо видно квантование, которое предсказывается этой формой. Ну, надо сказать, что у немцев эксперимент использовал оптические измерения, он гораздо точнее, то есть и сейчас в каких-то учебниках не этот эксперимент Дивера и Феорганта, можно увидеть, а вот этот Дол, наибалый эксперимент, там гораздо более точнее. Дальше, вот знаменитый эффект Жезусона. Эффект, который был рассмотрен Андерсоном. Жезусон был его аспирантом, и, ну, хотя с подачи Андерсона, он выполнил некий достаточно простой расчет. Это было удивительно, потому что это 62-й год, уже тогда были разработаны методы, там, теоретической физики для писания твердого тела, очень достаточно сложные. А Жезусон выполнил расчеты, ну, на уровне, там, квантовой механики, там, начала 20-х годов. И вот я... Доклонная работа. Да, да, и вот в результате открыл эффект, за который он получил Нобелевскую фемию. Интересно, что он пытался экспериментально проверить его, то есть пытался собрать установку, но, значит, у теоретика, что это не так заточено. Значит, ничего не получил, вот, но в 62-м году, чуть попозднее, Андерсон и Роу провели эксперимент и подтвердили этот эффект. Значит, суть его заключается в следующем. Значит, берутся два сверховодника, ну, коллекционных, то есть металлы, скажем так, вот, и между ними размещается диэлектрический слой. Ну, как правило, это какой-то оксид, да. И вот оказывается, что если привести в контакт два таких сверховодника, разделенных диэлектрическим контактом, и контакт будет очень небольшой, то через этот контакт электрический спонтанно привлечет электрический ток. Этот ток оказывается пропорционален разности, вот, как раз, фазы сверховодящей волновой функции Фи1 и Фи2 слева и справа этого контакта. Ну, если мы будем прикладывать к двум областям контакта постоянное напряжение, то мы получим эффект джинсона переменки, так, то есть когда ток будет модулироваться приложенным напряжением, вот по такому, значит, периодическому закону, и частота определяется отношением приложенного напряжения к кванту-элементарного потока. Частота этого экспериментально недостижима, тут никаких трудностей не возникает, и составляет порядка 500 гигабриц. То есть вот, собственно, джинсоном были получены эти соотношения. Теперь как это было проверено реально на практике? Значит, на следующий год Андерсон и Андерсон и Роу выполнили эксперимент, суть которого заключалось в следующем. Внахлёст брались две сверхпроводящие пластинки, так, между ними, значит, он опылялся, ну, или окислялась поверхность, так что осидный слой составлял порядка 25 лет. Дальше, значит, вот на этих выходах мерился ток, а напряжение прикладывалось вот к этим выходам. И строилась вольтамперная характеристика этого устройства. Ну и вот подтверждением джинсономского спонтанного тока является наличие вот такого, ну, вот этой палочки, так, вертикальной, при нулевом напряжении. То есть в отсутствии напряжения через вот этот барьер оксидный ток протекает спонтанно ток. И этот ток нагрузается вот здесь вот на амперметре. Нет, нет, назад, назад. Если мы будем увеличивать напряжение, так, то этот эффект пропадает, но с какого-то порогового значения происходит прямой контактного слоя, когда сверховодящие пары куперовские рвутся просто и начинаются процессы одноэлектронного туннелирования. Этот эффект был джиннером, наверное, что физикой обнаружен и за серию работ он тоже получил позднее ноги доступления. Но критики подверстили на самом деле первоначально этот эксперимент. Значит, многие усомнились в том, что вот этот эффект, который мы наблюдаем, наличие вот этого всплеска тока при нулевом напряжении, обусловлено, собственно, эффектом джинзерсона. Считалось, что оксидный слой не идеален и происходит просто пробой. И, значит, возникает ток и сколь угодно мало напряжения. Вот чтобы развеять эти сомнения, значит, Роул в 1963 году провел эксперимент, в котором, значит, уже использовалось магнитное поле. Значит, схема установки выглядит следующим образом. Опять имеется два сверхпроводника, это сверхпроводника и сверхпроводник БЭНГ. Вот здесь заштрихован тонкий диэлектрический слой, так, вот контактный, и вся система помещается во внешнее магнитное поле. Оно в плоскость. И сколько уходит? То есть поле лежит в плоскости диэлектрического контакта. И если мы начнем увеличивать плавно магнитное поле, то величина тока джезерсоновского через диэлектрический контакт будет управляться магнитным полем. То есть здесь вот магнитное поле входит явно. И мы должны получить, меняя магнитное поле, аналог фронгоферовской дифракции. То есть сила джезерсоновского тока, притекающего через этот диэлектрический барьер, должна показывать такие характерные осцилляции. То есть это было теоретически фантазом. Ну и Ройл выполнил эксперимент в 63-м году. И здесь вот видно фактически идеальное согласие эксперимента, это в черной точке, и теории там расхождения было меньше 5%. Ну и вот после этого уже окончательно физическое сообщество уверовало в существовании эффекта джезерсона. Сами осцилляции получили название осцилляции Андерсона и Рогова. Ну и вот этот эффект значит является аналогом фронгоферовской дифракции в оптике вот уже применительно в сверху оптиках. Ну, следующий эффект тоже вам хорошо известен. Там курсы электродинамики рассматривали наверняка. Это эффект, так называемый, «Аврикосовский вихрь». Значит, ну, знаете, нет, сверхпроводники, вот такие традиционные, да и не традиционные, сейчас вот все, они практически делятся на два класса. Первый – это сверхпроводники первого рода. В них сверхпроводимость исчезает скачком через переход первого рода, если мы их поместим в магнитное поле. Скачком магнитное поле увеличивать, и, значит, через переход первого рода по всему адресу происходит возрушение купликовских пар, и, значит, сверхпроводник переходит в нормальное металлическое состояние. Но вот подавляющее большинство высокотемпературных сверхпроводников, сплавов, они принадлежат другому классу материалов. В них разрушение сверхпроводимости идет через преувшуточное состояние, это сверхпроводники второго рода. То есть и сам переход напоминает фазовый переход второго рода. Выглядит он так. магнитное поле вначале проникает в узкие каналы, это вот как раз вихрь аврикосовый, так? А затем радиус этих каналов с увеличением магнитного поля растет, и нормальная фаза, которая здесь сосредоточена внутри этих каналов, она вытесняет сверхпроводящий исход или в такой возрасте. Ну вот тоже была драматическая история с эффектом аврикосовских вихрей, значит, аврикосов, теоретически подсказал этот эффект в конце 50-х и даже имел конфликт с Ландау, как бы считалось, что насколько это, как сказать, ну необычно, да, что, значит, аврикосов долго не мог опубликовать эту работу, но в конце концов опубликовал, вот, и лет 10 эта работа была, ну, такая, полуспектуридивная, то есть, предсказана, но мало кто верит. И вот в 67-м году два немецких физиков провели эксперимент, значит, в котором получили фотографии, показывающие наличие вот этих вихрей. Это оптический эксперимент, выполненный на сплаве свинец Индии, так, и вот здесь черным, это как раз показаны сверху взгляд на абрикосовские вихри, которые как бы перпендикулярны плоскости услуга. Ну, и видно, что эти каналы образуют фактически идеальную гексидональную решетку. То есть, если мы магнитное поле будем увеличивать, то радиус этих черных точек будет разрастаться и, в конце концов, мы получим однородный форум. Ну, вот, после этого и, собственно, вот это открытие, значит, обнаружение абрикосовских вихрей, это одно из главных достижений абрикосов, за которые он получил в Нобелевскую премию в четвертом году, то есть, публично, спустя 50 лет после предсказания эффекта. Ну, эффект Джозапсона сейчас активно используется при гонструировании физической лаборатории, так, то есть, на эффекте Джозапсона работают, так называемые сквиды или флантовые интерферобиты. Они позволяют проводить очень точные измерения магнитных полей. Значит, суть устройства хреста. Имеется два сверхного дика, то есть, вот эта нижняя, значит, скобка, и верхняя. Имеется два Джозапсона контакта, А и В. Через контур вот этого устройства пропускается внешнее магнитное поле, которое создает поток через, магнитный поток через эту площадь. ток. пропускать через эту систему ток, прикладывать разность потенциала и мерить Джозапсоновский ток, то оказывается, что величина амплитуды Джозапсоновского тока определяется магнитным потоком через этот контур. То есть, вот здесь входит характерное отношение потока магнитного поля к элементарному люксоиду вверх поля. И если мы будем плавно менять магнитное поле, то есть плавно менять поток, то у нас на ванн-бетре будут видны осцилляции. Это аналогично эффекту интерференции в оптике на двух щелях. Ну и вот такой эксперимент в 1965 году Джаблевич и компания ДСБЛ Лаборит была группа экспериментаторов выполнен и действительно были обнаружены характерные осцилляции амплитуды Джаблевич Соренского топора при изменении магнитного поля. То есть вот этот эффект тоже здесь был опасен. Ну дальше можно здесь упомянуть квантовый эффект Хола. Тоже в свое время это было такое знаковое открытие начала 80-х годов. Но я все-таки буду придерживаться здесь дальше магнитной системы и поэтому расскажу как шло развитие проявлений квантования на макроуровне для магнитной системы. Целая эпоха магнетизма началась в конце 80-х начале 90-х годов когда были созданы так называемые молекулярные магнетики. Здесь законодательный мод были итальянские химики на самом деле появилась серия работ в Nature в которых речь шла о очень необычных объектах это гигантских молекулах составленных из ионов переходных металлов первыми классическими системами являлись магнит 12 и феррук 8 это молекулы которые атомы магнит обладающие спином соединены и в результате такая молекула обладает большим спином данная молекула имеет спин 10 и в свое время в начале 30-х годов когда шло становление теории магнетизма такое поведение значит систем с большим спином получило название супер полемагнетизм то есть можно было проверять эффекты связанные с супер полемагнетизмом на вот этих объектах ну и значит такой самый замечательный эффект это здесь плантование намагниченности то есть измеряются процессы намагничивания молекул в магнитных полях и вот было обнаружено что при низких температурах это несколько кельвинов при намагничивании возникают скачки исследований для объяснения этого эффекта используется модель туннельных переходов этими туннельными переходами в начале 30-х годов занимался Зеннер в Германии и у нас в Ландау то есть имя была построена целая теория но долгое время она тоже оставалась на уровне математической задачи на этих объектах удалось проверить эти предсказания тоже времени прошло практически с 30-го года по 90-60 лет скачки объясняются сейчас достаточно просто дело в том что в большом олекуле направление магноспина не выделено то есть спин может либо вверх направлен либо вниз энергия будет одинакова это выражается в том что состояние где спина направлена вниз и состояние где спина направлена вверх имеют одинаковый энергетический барьер необходимый для того чтобы перемагнитить систему с минуса на плюс 2 но за счет температуры это возможно и возможны переходы между состояниями отличающимися проекциями когда происходит туннельный переход так по действием температуре между двумя уровнями так мы видим это как резкое изменение на магничестве то есть молекула перемагничивается скачками ну и теперь речь пойдет о тех объектах которыми нам приходится исследовать это кириальные гели-магнетики это гели-магнетики у которых направление запутки фиксировано есть симметричные я вот рассказывал несколько лет назад а есть асимметричные гели-магнетики системы энергия различная скажем в системе предпочитительно крутиться либо влевую либо в правую сторону ну и вот нами был недавно в теоретическом начале предсказан эффект который аналогичен эффекту Джезессона для этой системы дело в том что в такой системе поскольку включение идет вокруг направления какого-то так и спин фактически углом фи характеризуется мы тоже имеем здесь фазовую физику то есть у нас поведение такой системы будет определяться углом фи и если мы зафиксируем граничные спины и значит будем рассматривать систему с целым числом продуктов мы получим условия плантования фазы аналогичные условия плантования в эффектах со сверхнекучим гелия или со сверху магнитных ну и дальше рассматривался процесс намагничивания такой системы то есть перпендикулярно вот такой вот этой спирали магнитной прикладывалось магнитное поле плавное и смотрелось как будет вести себя вот эта система ну цепочка этого спирали значит вот чуть-чуть назад перенеснуть можно и запустить здесь трехмерное увеличение показано как но модуляция идет вдоль выделенной оси то есть спины крутятся солнцем когда магнитное поле мы прикладываем вот здесь сейчас показано так происходит изменение периода модуляции то есть система начинает растягиваться то есть если вначале у нас короткий период модуляции магнитное поле мы увеличиваем система растягивается это аналогично растяжению гармошки вот нами был выполнен численный счет был обнаружен интересный эффект квантования периода модуляции спины то есть оказалось что система не искажается каким-то неправильным плавным образом а действительно меняется свой размер то есть скажем сначала период модуляции поле увеличиваем увеличиваем система растягивается и дальше происходит скачкообразное изменение если же при этом измерять намагниченность то намагниченность достаточно неправильный плавный ведет себя то есть имеется некий рост и только при тех значениях полей когда период скачкообразно меняется какие-то скачки нам отличности тоже наблюдается это сначала было численно подтверждено потом была построена теория в рамках так называемой модели вопроса долапова и удалось построить теоретическую кривую вот она в принципе это воспроизводит то что видно на компьютере ну вот недавно буквально там несколько недель назад у вас значит был выполнен эксперимент который действительно подтвердил существование такого пландования периода значит использовался метод лоренцевской микроскопии когда магнетик облучается электронами то есть скажем имеется какая-то плоскость у нас я дальше покажу магнитного материала перпендикулярно пропускаются быстрые электроны ну и вы знаете что из квантовой механики что электроны способны значит образовывать интерфекционную картину то есть в какой-то мере это не просто частица но и волна и как раз лоренцевская микроскопия она использует волновые свойства вот это геликоидальные упорядочения действуют электроны как собирающая и рассеивающая линза скажем если у нас имеется левая закрутка то электроны проходя в участок левой закрутки фокусируются так а если правая закрутка то электроны рассеиваются ну и мы на выходе видим вот такую красивую интерферационную картинку ну вот было обнаружено что вся такая система разваливается спонтанно на домены либо с левой либо с правой закруткой вот визуально мы это можем видеть как изменение окажущейся периода то есть вот здесь полоса казалось бы пошире чем здесь но это фактически обман то есть на самом деле период одинаков но меняется киральность направления закрутки здесь левая здесь правая ну и было проанализировано поведение намагниченности на границах вот оказалось что на границах спины ведут себя очень жестко то есть у нас когда мы теоретически развивали модель головная боль была продумать как можно закреплять спину на границах вот оказывается природа за нас вот решила то есть спины на границе они значит остаются зафиксированы это связано с тем что спин мог бы скажем разворачиваться отдавая предпочтение левой закрутки либо правой но это требует энергии поэтому ему выгодно оставаться неизменным как проблема гурида на высоте когда друг с тобой все на столице помирают вот примерно здесь такое же поведение спина то есть он остается фиксированный то есть ему невыгодно смещаться так и мы можем возведать эффекты в очередь связаны с тантованием ну наблюдая за поведением энергичности в этом домении ну вот здесь показано так сейчас рамочку нужно выскочить вот здесь значит ну так если смотреть по анализу рельефа значит были определены границы так вот этого домена так вот здесь оказывается что число прокруток полных то есть полных вращений вопи фиксировано равно 32 а вот скажем для другого образца здесь если определить границы то количество закруток 11 то есть число полных ну и дальше были проведены измерения вот прямо по картинке определился период там глаз самый мощный нефракторометр стоит который позволяет очень точно измерять измерения но вот оказалось что период испытывает вот такие число плинтов точнее испытывает вот такие скачки то есть система ведет себя без трех образца дальше ну вот я недавно остановил и сказал схожую лекцию и там чтобы привязать к нужным астрономии оказывается что в астрономии есть тоже эффект который с плантованием связан магнитного поля там одна из проблем как объяснить гигантские поля на солнце вот скажем на земле магнитное поле есть но оно достаточно слабое а значит на солнце поля гигантские ну объяснение значит ну давайте я скажу оно в свое время значит независимо американцам один долг и у нас вот зельтович это не мало здесь известная физика вот оно может условно быть названо топологическим плантаванием магнитного поля значит суть следующая солнце это вот скажем земля твердая так и когда она вращается магнитное поле превращение не искажается то есть силовые линии ну практически по меридианам господи а солнце в превращении поскольку она плазма представляет себя но жидкость практически там за счет перемещения потоков жидкости происходит искажение силовых линий возникает эффект сейчас он будет виден искажение силовых линий которые начинают наматываться вот как бы по поверхности солнца то есть если мы выделим какой-то участок то значит количество силовых линий начнет постепенного заклонности то есть возникает эффект складывания то есть вот если мы возьмем то начнем складывания то у нас в данной точке солнца магнитное поле начнет дискретно увеличиваться в два раз то есть начнется экспоненциальный вопрос магнитного поля соответственно энергия будет резко увеличиваться и это приводит к турбулентному поведению то есть наличие протуберанцев вот этих всплесков на солнце этим объясняется то есть вот эта аккумуляция огромной магнитной энергии приводит к тому что возникает протуберанец выплескивается и магнитное поле его уже в воздухе ну и в воздухе ясно расстрастно удерживает то есть такая булгар стабильная образовательность ну ладно все хорошо пожалуйста есть ли вопросы я же добавление сделаю тут говорилось про многих нобелевских был рядом сегодня и в частности упоминался вот же который в Норвегии так вот в газете в Норвегии в одной когда ему присудили Нобелевскую премию было написано Нобелевскую премию получил хулиганистый студент который чуть ли завалил экзамен по физике а потом выяснилось что еще и по математике приятного когда детей привез на Норвегию они походили просто и потом сказали папа да что 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 нас отсюда увез он еще штат живет там был график с эффектом ну в самом начале эффект понтования потока интересен тем что там 2 входит заряд пар ну да поэтому эффект прям измеряем куда же начали вот 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 тут как бы ну как он онлайн циркуляция всех предыдущих неделей это как бы экспериментальные данные а вот это что-то выносит получается ну не точность то есть от поверхности да 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 но если реально там все равно ну как бы скорость циркуляция не фиксирована чуть-чуть ну там плавает там там объясняют там скажем не идеальность поверхности там цены это все равно какие-то эффекты то есть это никакое это развитие там не-не-не это не голос нет-нет-нет это кистограмма просто это ошибки а не разуме дело давайте еще раз поблагодарим отец спасибо